На Патрика Клюверта получает вроде бы обратный пас и начинаются на поле, ну, разговоры, начинаются на поле, естественно, вещи, не имеющие отношения к футболу прямого. Патрик Клюверт тоже что-то объясняет арбитру этого матча знаменитому Лопесу Ньету. Ну, давайте еще раз посмотрим на повторе, что же здесь, собственно, произошло. Ну, а Яла отмахивался вроде бы от Марка Овермарса, но делал это настолько, настолько тонко, что вполне судья мог и не заметить этот эпизод. Ну и теперь Валенсию нужно обязательно отыгрываться, потому что этот счет Валенсию совсем не устраивает. И вот Давид Альбельда по правому флангу начинает продвижение к чужим воротам, падает и зарабатывает штрафной для своей команды. Ну, возвращаясь к тому, что происходило в испанском чемпионате в этом сезоне, напомню, что Мадридский Реал стал за несколько туров до окончания чемпионата победителем его. Депортиво прошлогодний чемпион занял второе место, Мальорка обеспечила себе уже третью позицию. Ну и вот спор идет за четвертое место. Удар. И удар довольно опасный. Бил, по-моему, Пабло Аймар. Вот он на ваших экранах. И Дютруэль так проконтролировал траекторию полета мяча, позволил мячу опуститься за пределами поля. Случилось это на 18-й минуте первого тайма. Ну, по сути дела, первая такая вылазка на чужую половину поля футболистов Валенсии. Мы видим, что, увы, к сожалению, находится на скамеечке запасные Гаиска Ментьета. Не в состоянии он был провести этот матч из-за дисквалификации. Ну, а Барселона продолжает атаковать. Ну и мы видим, что в те же самые минуты Мадридский Реал обыгрывал Малагу со счетом 1-0. В общем-то, все встречи последнего игрового дня начались по традиции в одно и то же время. И вот Марк Овермарс по левому флангу прошел, сделал передачу. Едва мяч во второй раз не оказался в воротах Каньисареса. Симао замыкал эту передачу на дальние штанги. Так довольно элегантно, мягко подрезал мяч под перекладину, казалось бы. Но все-таки мяч, по-моему, щиркнул по перекладине и ушел за пределы поля. Давайте еще раз посмотрим, как все это было. Да, перекладина в данном случае спасла Каньисареса от больших неприятностей. Ну, а Симао действовало здорово, конечно. Чуть-чуть подвела его техника в данном эпизоде. Какой великолепный пас выдал ему Овермарс со своего левого фланга. Можно только поаплодировать голландскому полузащитнику. Ну и вот Валенсия атакует. Карью по правому флангу... Нет, был там Англома, сделал передачу в центре на Карью. И из-под ноги у него защитник выбил мяч. На угловой. Угловой теперь Валенсия будет подавать с правого фланга. И давайте посмотрим, как подопечные Купера разыграют это стандартное положение. Но не идут они вперед большими силами. Сейчас наверняка целый ряд футболистов будет вбегать в штрафную площадь. И внимание Рубину Барахи, который здорово играет головой. Навесная передача. Мяч выбит за пределы штрафной площади. Аймар снова с мячом. Еще одна передача. И защитники Барса, в частности Карлос Пуйоль, выбивают снова мяч на угловой. Очередной, очередной угловой справа сейчас будут подавать футболисты Валенсии. В общем-то преимущество весьма и весьма шаткое, потому что Валенсия умеет отыгрываться. И неоднократно демонстрировала этот в нынешнем сезоне. Удар поворотом и счет становится 1-1. Рубин Бараха, 25-я минута матча. И счет в этой встрече ничейный. Оставили посередине штрафной площади своей собственной защитники Барселоны забивного этого полузащитника Валенсии. И тот не промахнулся. Посмотрите, как здорово среагировал на мяч, который, казалось бы, вынырнул прямо перед ним из гущи футболистов. Времени на это было у него, в общем-то, не очень много. И, тем не менее, Бараха сыграл просто отлично. Ничья 1-1. И Барса снова идет вперед. Он просто вынужден это делать. Бьет поворотом Марк Овермарса из положения, из которого забить просто нереально. И Канисарас провожает мяч, уходящий за его ворота. Классный стелящийся такой пас. По траве мяч катился. И я думаю, что все-таки скорее Марк Овермарс выполнял навесную передачу в штрафную. Просто не получилось она у него. Ну и Барса снова идет вперед. Клюверт прыгает и до мяча не добирается. Правда, на подборе снова каталонцы первыми оказываются. Ну и Ривальдо бьет и мяч в воротах. Ну вот это совершенно, честно говоря, неожиданный гол, я думаю, для всех, включая Канисареса. Ривальдо на последней минуте, если быть более точным, то в добавленное уже время к первому тайму забивает второй мяч в ворота Валензии. Ну удар-то, конечно, классный у бразильца получился, что и говорить. И тем не менее, вина Канисареса в данном случае, по-моему, совершенно очевидна. Он опоздал, просто проспал момент удара. Удар был уходящий от вратаря, но тем не менее, мяч-то был его. И, конечно, брать он его был просто-напросто обязан. Ну что же, тем не менее, Валензии во второй раз в этом матче предстоит отыгрываться. А в начале второго тайма Барса продолжает контролировать нить игры и продолжает идти вперед. Правда, вот отбор и посмотрим. Валензия атакует правым флангом. Ангула передача в центр, Джон Карью с мячом. Англома, снова Ангулу. И перевод мяча на левый фланг. Навесная передача. И еще один удар, и еще один мяч оказывается в воротах Барселоны после удара Рубина Барахи головой. В данном-то случае совершенно никто не мешал ему нанести этот удар. Даже, по-моему, в большей степени это было очевидно, чем в первом эпизоде, в первом тайме, когда Валензия отыгралась. Сделал счет 1-1. Но здесь кивок головы, и Дютруэль явно запаздывает за броском. Мяч вылетает прямо под штангу. Еще становится 2-2. Ну что же, два классных гола Ривальдо и два не менее классных удара Рубина Барахи. Вот вам и снова ничья на Ноу Камп. Ничья, которая совершенно Барселону не устраивает. Ну и Клюверт снова делает передачу в штрафную. Там ошибаются защитники. Овермарс бьет в ближний угол, и Каннесарес на этот раз свою работу делает. А мы видим, что Сельта тем временем забивает мяч Сарагосе и повела в счете команда из Био со счетом 1-0. Ну а Депортиво уже выигрывает у Малаги 3-0 к этой минуте матча. Еще раз напомню, что все матчи начались в одно и то же время. И посмотрите, отличный шанс у Джона Карью. Естественно, Барселона вынуждена идти вперед, и это оголяет тылы каталонской команде. Так что у Валенсии появляется дополнительный простор для атак. Джон Карью имел сейчас прекрасную возможность для того, чтобы, ну, если не снять все вопросы, то, по крайней мере, очень серьезно приблизить свою команду к решению главной задачи. Бил, но здорово в данном случае сыграл Дютрель. Валенсия старается делать то, что в данном случае как раз команде нужно. Это двигать игру как можно дальше от своих ворот. И это пока получается у подопечных Купера. Тактика, он, конечно, непревзойденный. И, наверное, в перерыве успел кое-что подсказать своим футболистам. Ну вот Фабио Ауреллио по левому флангу. Бразильский футболист, который нечасто появлялся в основном составе Валенсии в этом сезоне. Бараха. Передача на Джона Карью. Карью разворачивается и пасом находит Кили Гонсалес. Аргентинец бьет с дальней дистанции. Это тоже довольно опасно получилось. Дютрель, конечно, отразил этот удар. Но сейчас практически от любого футболиста передней линии Валенсии мы можем с вами ждать неприятностей. Смотрите, какой классный удар. И тоже мяч откручивался от вратаря. Но Дютрель находился близко к мячу. И поэтому, естественно, его сумел парировать. Замена в составе Барсы. Гвардиола покидает поле. Вместо него выходит... Эммануэль Петти. Ну, вот назвал я вам его в основном составе Барселоны в начале этого репортажа, этого сюжета. Но сейчас вынужден оговориться, что Петти вышел на замену. В стартовом составе его не было. Ну, вот на 65-й минуте матча произошла эта замена. И замена также и в составе Валенсии. Кили Гонсалес покинул поле. И вместо него на поле вышел Висенте. А это удар. И, по-моему, первый удар наносит Висенте, только что появившийся на поле. Удар у него не совсем получился. Мяч прошел рядом со штангой. Но это было опасно, потому что фактически не обороняется Барселона в эти минуты матча. Ну, действительно, можно и проиграть матч, можно сыграть ничью. В данном случае для каталонцев это особенного значения не имеет. Значение имеет только один единственный результат. Это победа. Джон Каррио оказывается в положении вне игры. Немножечко опередил он события. Ну, и время второго тайма потихонечку начинает приближаться к своему завершению. Мы видим, идет 37-я минута второй половины встречи. Ну, и идет вперед Марк Овермарс. Идет по центру и, дойдя до линии штрафной площади, бьет. Каниссарес уверенно забирает мяч. Хорошую позицию занял вратарь в створе. Я могу себе представить, что творится в душах поклонников Барса, которые заполнили до отказа стадион Ноукамп в столице Каталонии. Наблюдают они, как все надежды Барселоны на более или менее удачные выступления в этом сезоне развенчиваются. Но вы знаете, что Барса не сумела далеко пройти в Лиге чемпионов. Вы знаете, что команда давным-давно уже отцепилась от вот этого поезда, который несся к чемпионскому титулу в чемпионате Испании. Ну и сейчас, не попав даже в число призеров, Барса вынуждена решать задачу попадания в Лигу чемпионов. Слава богу, что от Испании четыре команды на будущий год будут принимать участие в этом турнире. Только это, в принципе, и в состоянии еще теоретически спасти каталонский клуб. В общем-то, в целом, конечно, сезон под руководством Сера Феррера в Испании для Барса был признан целиком и полностью провальным, очень неудачным. Ну и сейчас остается буквально несколько минут, но не больше двух минут для того, чтобы забить этот победный мяч. Ривальдо и гол! Вот таким вот образом, совершенно потрясающим образом, Ривальдо забивает третий мяч в ворота Баленсии. Ну и я не знаю, наверное, всеми возможными частями тела сейчас могут креститься те люди, которые находятся на скамеечке запасных Барселоны. И Жуан Гаспард, президент этой команды, и Лоренцо Сера Феррер, тренер этого коллектива. Потому что 3-2 и усилиями одного человека. Посмотрите, какой гол забивает бразилец. Отважился ведь в такой момент матча, когда можно было сыграть понадежнее, можно было попытаться все-таки найти точным пасом кого-то из партнеров, находившихся в штрафной, но рискнул. Ну вот настоящий бразилец все-таки, по-другому не скажешь. Посмотрите, в самый угол угодил мячом вот этим ударом, потрясающим ударом ножницами через себя. Редчайшая красота эпизод. Вот и вот надо же, я думаю, что втройне даже, может быть, даже в большей степени ценности этому эпизоду добавляет то, что ведь он решил судьбу этого важнейшего для Барса матча. Ну и Гвардиола, которого уже давным-давно заменили. Капитан Барса выбегает к кромке поля, требуя, чтобы поскорее уже Лопес Нету давал финальный свисток. Но тот почему-то медлит. 4 минуты практически он добавил. Сильный удар на чужую половину поля. И все. И на этом все заканчивается. Ривальдо, герой этого матча, хет-трик он сделал и, как мне кажется, даже не очень-то и выражает свою радость. Но радость, конечно, присутствует, что и говорить. Пожалуй, единственная капелька меда в огромной бочке дегтя для Барса и для всей многотысячной армии поклонников этой команды. Барса на будущий год будет играть все-таки в Лиге чемпионов. Ну и Ривальдо говорит о том, что он очень рад, потому что играл в этом матче до самого последнего момента. И забил такой важный гол, когда уже у Валенсии не было времени сравнивать счет. И здорово. Я всегда был уверен в том, что Барса достойно играть в Лиге чемпионов. И вот сегодня мы это доказали. Ривальдо говорит, что Валенсия – это отличная команда. И они дважды подряд играли в финале Лиги чемпионов. Лиги чемпионов, чем это доказали. Они всегда борются до последних минут на поле. А сегодня они дважды сравнивали счет. Видите, какой сильный боевой дух у этой команды. У них очень классная полузащита и оборона. Но на последних минутах я забил этот самый решающий гол, который все их усилия свел на нет. Ну и вот еще раз смотрите этот потрясающий эпизод за полторы минуты до окончания основного времени второго тайма, когда Ривальдо забивает мяч ударом через себя. Ну а это другой герой матча. Рубен Бараха, забивший не три, а два мяча, говорит о том, что он не может быть виноватым.